Две семьи по разные стороны баррикад. Много лет живут в многоквартирном доме по улице Балтийской. Холодная война шла давно. Апогея достигла полгода назад. Кобелевы пошли в суд и добились разрешения на отдельный вход и двор. С тех пор Мелентьева вынуждена заходить в свой дом через окно. Если я проруглю через дверь, через окно, то я дрова через дом буду таскать. Отцовская комната, где мы сейчас залазим. Куда я вот и дену? На кухню переселять буду, чтобы там не дуло, на двери ничего. Я сделаю вход этот, допустим, дверь проруглю, и этот же сосед пойдет же на меня, напишет, что я дома в аварийной ситуации поднес. То есть у вас война продолжается? Да, все это продолжается, идет. И вы не готовы, да, делить этот вход общий? Никто ничего не собирается делить. Потому что они пытаются обмануть Верховный суд и ставят, типа, как у нас, крайними. Сегодня к делу привлекли третьих соседей с семью Пушкаревых. У них тоже отдельный вход. Его узаконили полвека назад в предыдущие жильцы. Я думаю, что эти соседи не правы. Кобелевы. 60 лет дом был многоквартирным, и тут вдруг разблокировался. Каким образом? Мало того, что они заборов понаставили, так они, получается, еще захватили всю общедомовую территорию. Непонятно, кто и почему признал дом блокированной постройкой. Жильцы говорят, разрешение взяли в администрации. Чиновники, видимо, подписали бумаги без выезда на место. А вам кто вывел разрешение поставить забор? Куиз. А есть документы? Есть документы. На суде увидим это, когда будем находиться, мы будем показывать. И там уже ознакомитесь. Когда вы даете разрешение о том, что дом может быть признан блокированной застройкой, чем вы руководствуетесь? В данном случае оценку давал комитет по строительству, который он выразил в письменном виде. Мы поддержали просто эти требования. В границе-то с вами согласовывать? Нет, но это уже другой же вопрос был. В итоге вход перекрыт. Глава семейства Мелентьевых инвалид полгода не может выйти на улицу, а мать госпитализировали через окно. В июне ее не стало. Нынешнее решение Фемиды озвучили уже для ее сына. Судебная коллегия решение Октябрьского районного суда города Улан-Удэ от 31 октября 2019 года отменяет и оставляет заявление Кобелева Сергея Ивановича о признании объекта недвижимости домом блокированной застройки без рассмотрения. Мы отменили данное решение только потому, что имеется спор о праве. Дом теперь не блокированная застройка, а вот участок в собственности. Кобелевы успели оформить его. Это значит, что забор пока останется на месте. В ближайшее время в Верховном суде будет еще одно заседание. На этот раз по земельному участку. Хотя Мелентьевы уверены, шансы на жизнь в человеческих условиях у них наконец-то появились. Ну я доволен решением суда. Наконец-то застраживала справедливость, так сказать. Только жалко, мамы нету, где-то дождалась. Не могу я. Без комментариев, девушка. Без комментариев, сказали, свободно. Сейчас пока без комментариев, пожалуйста. Евгения Жировова, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Аригус».